Сегодня мы с Дмитрием Самойловым, профессионалом по Халбек-Райсе, расскажем про Халбек-Райсе 57. Это премьера прошлого года и она в этом году также популярна на выставке в Дюссельдорфе. Мы покажем небольшие особенности этой лодки, а кое-какие и большие особенности этой лодки. Начнем с кормы, с этого прекрасного места, где можно загорать и находиться недалеко от того, кто ведет лодку. Это очень широкая корма и здесь есть возможность пройти на купальную платформу, которая имеет гидравлический привод. Таким вот образом можно ее поднять, например, одной кнопочкой. Здесь же стоят антенны GPS-ные. В принципе, можно сюда разместить и шлюп-балки. Сюда можно поставить шлюп-балки, которые будут опускать края кормы. На правый или левый борт можно поставить стационарную шлюп-балку. И пользоваться этими как краном для спуска тузика. Это отдельная гидравлическая система, которая приводит в действие привод. И там вполне себе просторный маленький гараж. Который можно и отсюда попасть с палубы. Да, можно и положить любые длинномеры, то есть и всего. Если закрыть вот эти привода, то можно сюда поставить дайвинговое оборудование. Ну, компрессор в любом случае сюда влезет даже с запасом. Практически любые длины. Да, и пару баллонов для двоих человек сюда вообще без потери места даже войдет. Еще один хор в гараж. Продолжение этого гаража. Здесь, например, платформа закрыта. Почти бичклаб, как на больших супер-яхтах. Здесь большие мокрые ящики, то есть можно хранить кранцы. Можно хранить швартовые. Отшвартовались и все положили сюда. Не нужно кранцы. И все в одном месте. Да, и причем они по обеим бортам. Справа и слева одинаковые. Дима, здесь приводы гидравлические для бакштегов. Это гидравлический привод для регулировки Ахтерштад. Для натяжения Ахтерштад. Привод натяжения Ахтерштад выведен, как и все, в кухпит. Там же, где привод гикотяжки. Там же можно управлять натяжением дикой оттяжки Ахтерштага и натяжением гротта фала из такси. И это все одна система гидравлическая? Все одна система. И все это из одного места можно делать. Потому что это является отличием. Для управления лодкой, для доступа ко всем системам, вам нет необходимости покидать место рулевого. То есть у вас управление парусами, управление двигателем, подруливающими устройствами, трудовыми огнями, якорем, автопилотом и всеми остальными системами, включая вот эту вот систему... Управление гидравлическими натяжениями? Вам нет необходимости покидать это место. Очень удобно. В случае, когда человек один, это не сколько удобно, сколько и безопасно. Про пульт управления. Про пульт управления. Здесь два поста управления. Правый и левый. На левом больше сконцентрировано управление парусами. То есть там вы активируете. Здесь вы активируете вот эту кнопку сейл. Включили таким вот образом. После этого все эти кнопки начинают работать. Это, соответственно, скручивание и раскручивание Генри, Грота, Катерстэ, Кодзиро даже можно... Скручиванием его можно управлять отцом. Здесь есть два независимых чар-кортера. Привод отцов. Вот на правом двигатель управления якорем. Две подрульки. Носовая и кормовая. Выдвигающиеся. Причем эти подрульки позволяют вам всего лишь нажать эту кнопку. И, имея свободные руки, самому пойти и пришвартовать. Нажимаете вот так. Нажимаете вот так. Регулируете усилие. Лодка сама идет влагом. Что, в общем-то, удобно, если... В1. В1 на лодке 57. 57. Управление всеми ходовыми огнями тоже отсюда. И, соответственно, генерации здесь. Дякать его. Гикашкост здесь рядышком. Да, Гикашкост рядышком. И... Заходить погоном. Потому что на круизной лодке это совсем не необходимо. Здесь есть еще интересный момент. Освещение кокпита находится внутри Гика. Очень удобно. Никогда не сломается. Ничем не оторвется. Но светит вечером. Как следует. А вот та самая ручка, которая... Управляет гидравлическими системами. Которая позволяет управлять гидравлическими системами. Накачать давление гидравлическими системами. Выставляете. Раз, раз, раз. Выбрали, куда вам нужно это усилие. Накачали. За три движения. Потом убрали. Брандер щит. Наверное, это не будет визит. И вот такой вот столик. Как раз. Мы находимся в лодке, в интерьере которой применен светлый дуб. Светлый европейский дуб с горизонтальным расположением ламбели. Можно заказать в красном дереве. Или в тике. Красный деревьев является стандартным исполнением. Дуб и тик являются опцией. Турнинский стол здесь выполнен очень широким, просторным. С доступом ко всем электрическим приборам. Все проводочки подписаны. Все в кабель-каналах. Собрано все как? Собрано все в одном месте. И вот это вот. Расписание занятий. Расписание, да. В 8 часов, где 15 ампер. Все нормально. Прошу обратить внимание, что все ящички выполнены из единого листа с этой поверхностью. Эта линия будет продолжаться всегда. И вот здесь. И вот здесь она будет продолжаться. Старательно. Вот, кстати, подручки вчера мы обсуждали. Да, да. Потом вот эти все элементы. Они выгнуты вручную на заводе. Склеены из отдельных фамильей. И представляют из себя массивки. Они никогда не рассохнутся со временем. Это шкаф для мокрой одежды. Очень близко расположен от тапика. Все, зашли и сразу же попали в мокрые помаканцы. Подошли к шкафу, в который можно вывести теплый воздух, который будет сушить одежду. Это пункт управления генератором. Можно включать и выключать и смотреть, что у него там. Эта лоха оснащена двумя креслами. Очень удобными. Вставать не хочется, когда вы сидите в этом кресле. У вас на уровне глаз находится бортовой лиминатор. Который позволяет вам чувствовать себя не так глубоко, низко в лодке. В этом случае можно видеть, что происходит в марине. И видеть ли не в полизонке. В этой стандартной комплектации вместо этих двух диванчиков, и в этой главной стойке, будет... Вместо этих двух кресел будет обычный диванчик. Каналлю можно использовать в качестве спального места дополнительного, для подвахтенного. Вот. И под ним будет чуть больше места для припасов всяких разных. Вот здесь просторный камбус. Эти морозилки можно включать как в холодильник, так и в морозильник. Получается раз, два, три, четыре холодильника. Которые работают в режиме как в холодильниках, так и в морозильниках. Здесь посудомоечная машина. Вполне себе нормального размера для четырех человек. Очень глубокая раковина. И возможность выдавать еду прямо в холодильниках. Вот. Вот это один из входов в машинное отделение, в которое можно зайти, и сразу при входе стоит генератор. Гизель-генератор в мощности 17,5 киловатт. 17,5 киловатт. Как для жилого дома. Большой. То есть можно включить одновременно все, пользоваться закрутками, кондиционером, и даже стиральной машинкой и опускать якорь одновременно. И не нужно выдавать еще соседям. Соседи заряжать можете. Очень серьезный звук и виброизоляция здесь всегда. Вот так, а я ничего не хочу. Это мастер каюта. Ради нее вся эта лодка и делалась. Каюта находится в корме, и она от борта до борта, то есть максимальной ширины. Здесь тоже на уровне глаз у вас бортовые ламинаторы, по левому и правому борту. Очень просторно. Есть возможность сделать свой собственный телевизор. И здесь тоже просторный санузел. С таким же тихим туалетом, с выделенным душем. И самое главное, за стирально-сушильной машиной. Стиральная и сушильная машина в одно. Да, то есть очень эффективно, когда вы постирали белье, не надо развешивать его нигде по ровке, вода столица уходит, сразу можно пользоваться. Вполне нормального себе размера. Все это работает от генератора, вместе со всеми закрутками парусов. Да. Это санузел, который находится в носовой части, и служит для жителей этих двух кают. Здесь, в этом просторном ящике, живет опреснительная установка, производительностью 130 литров в час. 130 литров в час. А бак для воды? Ну, бак для воды 1030 литров, то есть чуть больше тонны. Это более чем достаточно для двоих, для четверых человек за стиралью машины. Вот, тихий эллипический туалет. И очень простая система опорожнения фекального танка. То есть нет никакой дополнительной помпы, которая впоследствии может выйти из строя. То есть все делает, все уходит отсюда, только по действиям силы тяжести. А фекальный басок здесь находится. Отлично. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok